Всем привет, дорогие друзья! Белорусы продолжают заказывать автомобили из Китая самостоятельно, не дожидаясь поступления в официальные салоны. Сегодня мы расскажем про Джили Манжаро, который как раз и заказали могилевские ребята из Китая. Поговорим о первых впечатлениях владельцев, неурезанном китайском функционале и опубликованном официально краш-тесте модели. Информация о приблизительных сроках премьеры машины постоянно обновляется. К премьеру в сентябре гендиректор Белджи в эфире Белорусского ТВ отмечал, что она вскоре выйдет на рынки Республики Беларусь и России. Счастливые же владельцы новенького кроссовера сменили уже четыре автомобиля Джили. Сначала у них был седан, после кроссовера МГранд Х7, Кул Рей и Тугелла. Можно сказать, что люди настоящие фанаты марки. Манжаро, как говорят владельцы, сильно разрекламировано среди обладателей Джили. Люди ждут новую и более просторную модель. И мы тоже захотели и заказали себе в Китае через посредников. На вопрос о стоимости покупки белорусская семья ничего не ответила, не став разглашать финансовые нюансы. Сам автомобиль между тем ждали четыре месяца. Модели Джили, которые собираются в Беларуси, требуют доработки и доведения до ума, говорят владельцы. Китайской версии нет. Это была одна из причин заказа напрямую в Китае. Опасения перед процедурой, конечно же, присутствовали. Переживали за сохранность своих денежных средств. Ну а прежде чем продолжить, мы хотим рассказать вам о нашем автомобильном телеграм-канале. В нем мы публикуем свежую информацию о китайских новинках и их ценах, краткие видеообзоры и анализируем безопасность китайских автомобилей. Также в нем вы найдете краш-тест Джили Манджаро и узнаете, какие недочеты выявились при разбитии кроссовера. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под видео. Идем дальше. Рассматривали владельцы только максимальную комплектацию. Предыдущие Джили тоже покупали в топовом оснащении. А здесь интерес и так был подогрет, хотелось сравнить и понять, что это вообще за машина. Первой в глаза бросилась стильная фальш-решетка радиатора, признаются собеседники. Понравилась обивка салона со вставками и отделкой из алькантары. За нее в Китае пришлось доплатить полторы тысячи долларов. А вот будет ли такой интерьер Манджаро белорусской сборки – большой вопрос. Имелись опасения, что не разберемся с китайским языком, но сейчас даже прошивка не нужна. Благодаря прошлым моделям Джили мы сильно привыкли к интерфейсу и расположению кнопок управления, поэтому интуитивно все понятно без особых сложностей. Если вдруг что-то не ясно, можно сфотографировать китайский иероглиф, а переводчик считает его с изображения. Вообще в Беларуси есть люди, которые могут русифицировать ПО, но в данный момент владельцам это не нужно. Порадовала сама начинка автомобиля, ее опциональное наполнение, качество сборки и материалов. Серым этот кроссовер точно не назовешь. В прошлых моделях Джили для белорусского рынка некоторые системы урезали, а здесь полный комплект функций безопасности. Контроль слепых зон и полосы движения, предупреждение о препятствии сзади и спереди, чтение дорожных знаков. У Тугиллы некоторые опции были заявлены, но фактически отсутствовали или не работали. На планшет для пассажира можно вывести приложение с головного устройства мультимедиа, смотреть фильмы, управлять плейлистом, проводить время в играх. Основная его функция развлекательная. Наши герои отмечают, что большие возможности устройства становится доступным после регистрации учетной записи водителя, которая привязывается к китайскому номеру телефона. Расход у КХ-11 формируется так же, как и в Кулрее, замечают владельцы. Чем интенсивнее нажимаешь на педаль акселератора, тем быстрее используется топливо. По трассе получается до 10 литров бензина, при средней скорости 130-170 км в час. В городском цикле порядка 14-15 литров. Режимов движения 5, кстати, больше, чем в Тугеле. Экономичный, комфортный, спортивный, внедорожный и зимний. Несмотря на большую массу, КХ-11 по сравнению с Тугелло, машина не стала менее динамичной. Разгоняется резво и дерзко. Заявлено 7,7 секунды до 100 км в час. В спорт-режиме рулевое колесо наливается тяжестью, а система удержания полосы начинает подавать в него вибрацию, когда водитель покидает разметку. Владельцы джили КХ-11 или по-другому Манджаро добавили, что в целях эксперимента выставляли кроссоверы на продажу за 62 тысячи долларов. Однако реальные покупатели слабо отзывались на предложение. Чаще звонили любопытные, которым было интересно узнать о новой модели. Пишите в комментариях, заказали бы вы себе автомобиль из Китая? Если да, то какой? Также, если не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Будем рады увидеть вас в нашем сообществе. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!